Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании «Город» программы подробностей. Ежегодно 10 декабря страны, члены Организации Объединенных Наций, отмечают принятие всеобщей декларации прав человека. Сегодня в кресле гости Александр Гришко. Он расскажет о самых актуальных проблемах рязанцев, а главное о том, как они решаются. Мы сегодня, вчера, и я думаю, что, наверное, и завтра будем заниматься вопросом, если в общем плане, назвать защитой прав человека. В широком смысле этого слова. Но наиболее актуальные вопросы или направления, которые вырисовываются за 4 с лишним года моей работы в этой должности, это, конечно, приоритеты вырисовываются в жалобах, в обращениях граждан. Это вопросы экологии, жилья, медицинского обеспечения. Сейчас ушла тема детских садов. Давайте сразу с примеров предлагаю начать, потому что всего 10 минут, а вопрос действительно серьезный. Вот тема экологии, на самом деле, она волнует всех, потому что мы, журналисты, живем в разных районах города, и все периодически жалуемся друг другу, что где-то пахнет. Это действительно актуально. Обращаются. Мы решаем таким образом этот вопрос, чтобы дать максимальную информацию гражданам, всестороннюю, объективную, о действительно ситуации, которая складывается в тех или иных районах города Рязани и области. И что делается. Потому что иногда граждане просто не знают, что делается в плане улучшения экологического состояния. Потому что это такая сфера, что за день эту проблему не решишь. Я думаю, что большинство телезрителей действительно думают, что ничего не делается, что проблемы есть. Да. И вот я считаю, что мы обратились, кстати, к директору нашего нефтеперерабатывающего завода, самого, что называется, большого, в таком экологическом плане, который свой взнос вносит в прямом смысле слова, или в переносном, и так далее, кажется, который нам рассказал и показал, и на цифрах доказал о том, что делается, и что было до того, как они начали эту работу. И то, что накопилось десятилетиями в советское время, в первые годы постсоветского времени, за год, за три не сделаешь. Поэтому здесь и Олег Иванович Ковалев подключается непосредственно к этой теме. И у нас некоторое время тому назад составилась встреча у Самохина Сергея Алексеевича, у ныне первого зам. председателя правительства Рязанской области, встреча с вице-президентом Роснефти Юрием Ивановичем Калининым, с участием директора нашего нефтезавода, как раз вот по этим вот вопросам. Я попросил, как раз готовился отчет за год о защите прав человека в Рязанской области, и дайте мне информацию, чтобы я мог разместить на страницах печати, сказать по телевидению, в своем докладе, сказать о том, что да, проблема есть и как она решается. И надо сказать, что такую информацию мы получили. Мы сейчас вот закладываем эту информацию в свой отчет за год, а отчет он публикуется в наших рязанских ведомостях, поэтому доступно и можно почитать, познакомиться. И мы стараемся вот эту вот правду объективную до граждан довести. И, конечно, своими действиями, своим обращением, надо отдать должное, реакцию от должностных лиц, мы пытаемся, конечно, еще и подтолкнуть, чтобы это не послезавтра было, а, по возможности, завтра, а может быть, сегодня к вечеру. А жилищные проблемы с чем приходят к вам люди? Что их волнует? Жилищные проблемы, ну, помимо традиционных, проблемы связаны с получением жилья, переселениями из ветхого жилья, жилья, которое под снос, и побыстрее, чтобы получить. Такие вопросы своего рода уникальные. Когда мы встретились с ситуацией в деревне Плахино, Захаровского района, один из предпринимателей, не буду его называть, скупив несколько домов в этой деревне, попытался выселить жителей из этих домов, так он собственник, а жители – это граждане России, но которые переехали в 90-х годах русскоязычное население из Казахстана. И вот таким вот образом мы занимались этим вопросом, с участием местных СМИ, надо отдать должность, такая комплексная проблема, прокуратура Захаровского района, суд. Олег Иванович Ковалев непосредственно подключился к этому вопросу, когда узнал вот такой ситуации из моих уст, и он говорит, почему мне раньше не доложили, я тоже могу, что называется, и следствие воздействия. Почему нужно прибегать к помощи именно уполномочного по правам человека, если до этого люди проходят целый ряд инстанций? Ведь они к вам идут уже с толстенной папкой документов, правильно? Вы знаете, что это вот, есть вот вопросы, так скажем, комплексные. Там часть прокуратура должна решать, там часть то или иное министерство, ведомство. А обычный житель это все собрать не может, только уполномочный. А обычный житель он не может собрать, кажется, или ему надо в суд, а в суд тоже нужно собрать все эти материалы и так далее. Вот уникальность должности уполномочного по правам человека, что вот он, что называется, всеяден, всеохватывающий, решает эти вопросы. Он и юрист, и экономист. И может подтянуть к себе всех, от кого зависит решение этих вопросов в комплексе. Чуть-чуть каждый, кажется, и в целом проблема решается. Вот мы постоянно с этим встали. Мне как раз вот уникальность уполномочного правового положения заключает, прежде всего, вот в этом вот. С одной стороны, подстимулировать конкретно, а с другой стороны, аккумулировать действия всех, и, что называется, сообща решить ту или иную проблему. Много в уходящем году говорили о медицине, о проблемах там? Вы знаете, что вот по сравнению с прошлым годом, как-то вот эта тема стихла. Тема стихла, потому что в прошлом году, я откровенно скажу, мы вместе с руководством Министерства здравоохранения занимались этим вопросом. Причем занимались вопросами не сколько качества оказания медицинских услуг, а сколько обстановка, которая складывалась в некоторых медицинских коллективах. Это как раз вот недавно эта тема прозвучала уже из уст руководства нашей страны, когда рядом два медицинских учреждения, одинаковая квалификация врачей, но зарплата в одном учреждении, по сравнению с другим, в разы превышает. За счет различного рода надбавок там и так далее. Я вчера вот был на семинаре совещания, как раз выступал в Министерстве здравоохранения. Сейчас задача поставлена так, чтобы за счет надбавок заработная плата составляла где-то 40 с небольшим процентом. Остальное должно закладываться в оклад. То есть оклады везде одинаковые ставки там и так далее, чтобы вот в этом плане уравнять. И вот мне приходилось сталкиваться, не буду называть эти больницы, когда коллектив собирать, и они вот буквально говорят, в одном месте получают такую сумму, во втором такую, а мы всех ниже. Почему так, кажется? Потому что вот был дисбаланс различного рода надбавок. Потому что устанавливали главврачи, другие руководители здравоохранения, и не всегда, скажем так, законным путем. То есть максимально вот выжимали за счет этих вот надбавок. Есть проблема в коллективе. Один единственный человек способен, да, прийти к вам, и вы сразу отреагируете. Или это должна быть какая-то коллективная жалоба? Нет, есть коллективная жалоба, но мы одинаково реагируем и на коллективное, и на индивидуальное. Потому что, ну, трудно сказать, что главнее. Или там жалобу подписали 10 человек, или один человек. Потому что вот у меня ситуация была, когда всем известное происшествие было в Рыбновском районе, когда песком в карьере задавил двоих подростков. И вот когда один дед одного из подростков пришел ко мне, образно говоря, руки раскинул, говорит, ну как же так? Прошло столько времени, состоялся суд, и суд вынес решение, что за давностью никто не наказан. То есть дело было прекращено. Внука нет, никто не отвечает за это. Вот это вот одно, оно до сих пор, кажется, картинка в моих глазах, что называется, состоит. И, конечно, мы здесь и с руководством следственного управления, и с областным судом решали вопрос. В конечном итоге было вынесено частное определение в адрес следователей, которые проводили это следствие. И они понесли наказание. Начальник следствия управления наказал, что называется. Вы знаете, очень здорово, что вы достаточно простой человек. Вас можно встретить на улице, о чем-то спросить. Но хочется спросить у вас, не тяжело ли это в моральном каком-то смысле для себя самого? Ведь постоянно эти проблемы через себя, как губка, все это впитываешь, как-то пытаешься разобраться дальше. – Тяжело, но стимулирует то, что хотя бы не все ведь проблемы решаешь и можешь решить. И потом не по всем проблемам, которые граждане обращаются, они правомерны. Они правомерны с его точки зрения. Но не правомерны в силу объективных обстоятельств. И приходится ему просто задача разъяснить, чтобы он дальше никуда не пошел, ни сил не тратил, ни средств, а просто осознал, что вот это данность. Это вот так должно быть, со ссылкой на закон, соответственно, и так далее, и так далее. Второй момент, то, что я привел ситуацию с Плахиным. Конечно, когда чувствуешь результат этого труда, что жители живут, мы эту ситуацию мониторим, и сегодня как там ситуация, когда электрики подъезжают к этим домам, и уже готовы занести кусачки, чтобы обрезать провода, и разговариваешь с нашим главным энергетиком области, он тут же дает команду отставить, чтобы они оттуда уехали, и сказал, что без согласования с вами ни одна машина к этому дому с электросетей не подъедет. Конечно, это тоже чувствуешь, что это называется вдохновение, понимание, что ты помог людям. И как-то, наверное, вот эта усталость, она, конечно, имеет место, но она нивелируется. Потому что усталость, она такая, знаете, насыщенно приятная, что называется, содержательная эта усталость. Я бы так вот сказал. Хотя внешне смотрится, конечно, это тяжело вроде бы, да. Давайте закончим сегодня встречу тоже на приятной точке. Мы с вами за три недели до Нового года встретились. Что хотели бы сказать нашим телезрителям, тем, кто приходит к вам за помощью, может быть, кто сейчас раздумывает, не прийти ли спросить совета? Я бы хотел пожелать всем, чтобы права всех реализовывались и в Новом году, и в последующих годах. Спасибо большое. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова